О, привет! Добрый день, дорогие гости моей галереи! Прошу вас, проходите ко мне на выставку! У меня сегодня в программе вкусный чай, пироженки, тортики, ну и, конечно же, конечно же, я вам покажу свои новые работы! Проходите, не стесняйтесь! Внимание, как только вы заходите, сразу над вашей головой появляется вот такая вот прекрасная картина в стиле джедайского вот Звездного Война, как говорится. Я ее нарисовала под вдохновением, таким конкретным на юге Франции. Да, было дело. А дальше, если мы пройдем, мы с вами увидим ряд животных. Мистер Крипер, это у меня анималистическая тематика такая, значит, лиса это копия. Это копия, хочу уточнить, как бы оригинал висит в более лучшем месте. Ну и обычный, вот так сказать, покебол. Знаете, люблю поиграть. А теперь обрати внимание налево. Здесь у нас тоже небольшая вот такая галеречка висит. Эй, подожди, это я знаю, это вот это Таргис из Доктора Кто, вот это я угадал? Да, это у меня вот, знаешь, здесь фантастическая тематика висит. Ну, это тоже копия песца снежного, но это как бы, знаешь, чтобы вот симметрия соблюдалась, как бы. Это Дэдпул? Да, это Дэдпул, у меня немножко такая фильмография, да, фильмография пошла. Так, а вот это я уже видел, это пейзаж вот этого горного Алтая получается, а это черешни. Ну, она сказала, что это черешни, но на самом деле это сердечко мое. Это вообще раритет, это охраняется под семью замками, к этому нельзя подходить, это ликвия. И ты всему этому научилась всего лишь за одну серию? Ты опять вот эти туториалы в Ютубе смотрела по Майнкрафту, а? Ой, да как говорится, если человек творческий, его душа творческая ко всему лежит, и рука хорошо ложится на все вот это вот, да, это черешня, угу. Ну, а теперь, уважаемые гости моей галереи, я хочу представить вам последний экземпляр моей вот коллекции, последний. Но мне для этого нужна более мрачная обстановка и атмосфера. Пройдемте за мной. Так, мы уже почти на месте, на месте, вот здесь остановочка, остановочка моя, уважаемая группа, вот здесь остановочка, так. Это не по плану. Ну, пошел вон отсюда. Не бей меня, ну-ка, все. У меня тут эта выставка, между прочим, идет, ты мне тут все мешаешь. Ага, продолжим. Так, вот это мы тоже нафиг убираем. Как это снести? Помогите мне, пожалуйста, уважаемый человек. Да что ж ты-то все вот снесся, а зачем мы это снесли сейчас? Так, а теперь все, всем меня видно, слышно хорошо. Так, дорогая моя панда, я тебе приготовила подарок, это тебе. Так сказать, в память о Педро. Педро об испанце, мексиканце, бразильянце. Он покинул нас с дождем. Кто же знал, что эндермены погибают при дождении, я лично не знала. Я сдал, я сдал, это все знал. Да, кстати, зачем ты сейчас это напомнила? Я про это только забыл. Буквально 2-3 серии назад у нас вот это в городе дождь шел. А Педро, муж коричневой панды, он же как бы эндермены, эндермены кокаются под дождем. Он застрял в нашей вот лодочке, и мы только вот сейчас вспомнили то, что все, Педро больше нет, поэтому... Вечная тебе память, Педро. Я надеюсь, коричневая панда будет смотреть на этот портрет и вспоминать свою первую любовь. Эм, это что-то хочется, это сюда, это мы сюда. Тебе кофе налить? А нет, не хочешь, как хочешь, я сеси, чай, тогда налью это с молочком, с конфетками, вот что-то вот. Хочется сосисок, что ли, или нет? Острого хочу, вот прям остренького чего-нибудь хочу. Ну, закажи все крылышки из киевси острые, вот 20 штук закажи, потом с одного места огонь, вот это пылать будет. Нет, это не то, мне нужно еще более что-то острое. Ну, выпей тогда салпом соус табаско, там самый острый в мире, или там вот это, перец чилиси вот от засуни, проглоти сразу же, ну, если ты острого хочешь. Нет, это совсем не то, нужно еще острее, прям вот что, прям огонь такой, прям... Есть примеры? Острые ощущения нужны, вот прям острейшие ощущения. Ну, ну, разденься, я не знаю, выбеги голой на улице и постражайся со скелетами, с мистерами криперами, и тебе острые ощущения нужны. Ну, я не знаю, какие еще острые ощущения тебе в Майнкрафте я могу предложить. Я придумала, мы идем убивать Маринку в третий раз. Все, звони этой кошелке старой, я пошла готовиться. Господи, Кань, ну, да, у тебя, ну, ну, у тебя не получится ее убить, ты это, ну пойми уже, наконец-то, ты никогда не сможешь убить Маринку. Ой, да ты вот там только, ну, дети, можешь, я подготовлюсь, ну, подумаешь, с первого раза не получилось, ну, подумаешь, со второго раза не получилось, ну, с третьего-то точно получится, я уже точно знаю ее тактику, и я знаю стратегию, я знаю, что с ней надо делать, поэтому идем готовиться. Да я сейчас как пойду, да я сейчас как докажу, я сейчас все доскратчу, там надо нам это зелье вот этого слабости. В третий раз, в третий раз, в третий раз у тебя не получится ее убить, ну, просто поверь мне на слово, ну, у нас с тобой еще столько дел, дом для коричневой панды достроить, старбакс построить, вот это, еще все остальное там надо достраивать, еще столько дел, ты себе даже не представляешь, а ты хочешь убить Маринку, которая сама знает, что убить не сможешь. Ты на кого тут быкуешь? Я, между прочим, стараюсь, я иду к своей цели, подумаешь, блин, хоть с десятого раза, но я ее убью, понял? Кать, ты ее не убьешь ни с десятого раза, ни с двадцатого раза, и ты ее даже с семидесятого раза не убьешь, насколько бы ты хорошо не владелась вот этим зельем, знаешь почему? Да почему, я не понимаю вообще, что за фигня, ну? Потому что ведьму нельзя убить ее же оружием, ее нельзя убить зельем вообще никак, Маринка бессмертная, она всегда пьет зелье исцеления, ты не сможешь ее убить никогда в этой жизни, Кать. Я, я, ну, мы с подписчиками решили тебе изначально это не говорить, чтобы ты старалась, чтобы ты становилась ведьмой, но вот, вот сейчас я уже вижу то, что пора мне все это сказать. Ну, ты, главное, не, вот это, не расстраивайся, ты в любом случае хорошая катюшка ведьмушка, вот это. То есть, вот это все сейчас было зря? Вот этот купол мы строили, вот эти зелья я строила, я же ведь это все хотела только ради того, чтобы доказать Маринке, что я лучше. Слушай, это получается все было неправдой, я, а че ж ты мне раньше-то не сказал, ты знал по-любому это, да? Ну, это не было зря, почему ты так говоришь зря, подожди, ты хотела стать ведьмой, ты ей устала, но просто проблема в том, что ты не будешь ведьмой номер один в мире, ты всегда будешь на втором месте после Маринки, Маринка всегда будет лучше, чем ты, вот это, вот это, да. Сейчас, подождите, подождите, мне надо перевести дух, сосчитать до десяти, я успокоюсь и все будет хорошо. Сейчас, я еще что-нибудь подумаю, надо подумать, надо подумать, надо какую-нибудь идею придумать, надо что-нибудь сделать, по-любому что-то можно сделать, я уверена, в этой жизни что-то можно сделать против этой кошелки старой. Есть идея, сейчас, подожди, мне нужно в свои стундучки с зельями заглянуть, сейчас, подожди, быстренько, быстренько. Ай, да какая идея, ну ты просто смирись, то что, ну не сможешь ты ее убить, Катюшечка, пожалуйста, ну не трать время на Маринку, пойдем дом для коричневой панды построим. Так, все, смотри, короче, это, в Майнкрафте же можно вот эти вот стрелы делать, они наподобие спектральных, только вот как будто их взяли и помазюкал, и готово, такое же можно сделать. Типа зелья со стрелами соединить? Да, ну то есть берешь стрелу, макаешь ее в зелье и готово, а? Ну, вроде можно, а че? Отлично, тогда на, держи зелье, иди мне, пожалуйста, быстренько скрафти эти стрелы, прям бегом, давай, одна нога там, другая здесь, вообще, жду тебя, давай. Все хорошо, хорошо, кстати, да, реально, мы за, мы за весь сезон выживания ни разу не делали эти стрелы, это оказывается все очень просто, если я хорошо помню, надо просто в центр поставить одно туманное зелье и обвести его стрелами, и получается стрела моментальный урон 2. То же самое, проворачиваем зелье вот этого отравления и получаем 8 стрел отравления, 8 стрел моментального урона, так, ты где? Я все сделал, Кать, а че ты прям, а че ты хочешь с этими стрелами, я понять не могу, на, держи вот это и держи вот это. Угу, отлично сейчас, звони Маринке, приглашай ее на чай, будем убивать. Ты уверена? Я уверена, если ее нельзя ее же оружием убить, я буду убивать ее смекалкой. Маринка, тут Катя тебе в третий раз жопу хочет надрать, я сомневаюсь, что у нее что-то получится, но на стрелы какие-то вот это взяли из мазюкала. Сейчас все придет, Кать, подожди. Давай, ждем. Сюда, 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 давай, 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 еще, еще чуть-чуть осталось, и внутрь заходим в нашу лаборатейшн вот эту. Ну, давай, Маринка, ты не в меня зелья бросай, а в Екатерину бросай зелья, Катя, давай. Все, я готова в бой, ну здравствуй, Мариночка, моя любимая одноклассница, на тебе по башке, на тебе еще одной стрелой отравления. Мимо, но ничего страшного, у меня еще есть стрелы. Так, Игорь, Игорь, уйди, мешаешь. Игорек, на, прям вплотную тебе. Так, а теперь мне нужно поменять стрелы срочно. Так, эти выставляем здесь, и урон. Поражение, ну ничего, вот так. Сколько, интересно, мне здоровья осталось? Еще чуть-чуть, и... Три стрелы, две, одна... Погоди, 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 погоди. Ну это нечасто получается, ты ее стрелами убила? Погоди, погоди, погоди. Стрелы были в чем? В зелье. Вы мне сами утверждаете, что Маринка бессмертная, и ее зельями убить нельзя. Так, а как я еще тогда ее могу убить? Только так, поэтому не надо мне тут ничего. Пойду стрелы подберу. Угу. А где... Потеряла, ну ладно. Ну я тогда не могу даже возражать, и мне кажется, никто из подписчиков сейчас тоже не будет возражать. Она ее убила зельями! Только зелья были намазаны на стрелы! Она два раза выстрела вот этой стрелой отравления, и потом загасила ее стрелами урона. Смотри, что с Маринки выпало. Держи, это твоя две бутылочки зелья исцеления, это твое. Вот это жахни за победу. Подожди, подожди, оно мне понадобится в будущем, потому что острые ощущения на этом не заканчиваются. Ты же только что Маринку убила с третьего раза, твоя жизненная цель выполнена. Ты лучшая ведьма на этой планете, у тебя смекалка есть, ты ее зельяными стрелами кокнула. Ну, а почему бы сейчас не пойти, например, и не убить дракона? КОГО? Я знала, что ты меня поддержишь. Все, давай, шмотки свои собирай, и пойдем, я пойду подготовлюсь. Ты сама хочешь убить дракона сейчас сразу же после Маринки? Да если я Маринку кокнула так быстро, то дракона как нефиг нафиг, просто фиг нафиг нефиг делать, вот серьезно. Тебе Маринка сильно бутылку зельем в голову пустила? У тебя сотрясение сейчас или что? Ты хочешь воскресить дракона? Ну да, я по-моему вообще свои силы поверила. Ну посмотрим, как она с этим справится. Если она Маринку с третьего раза убила, то наверное дракона с шестнадцатого раза убьет. Но у Кати на это миллион попыток, ладно, идем. Ну а ты вообще знаешь, какое первое действие нужно сделать, чтобы воскресить дракона? Эээ, ну эти надо сделать... Ну по-любому что-то нужно сделать, короче, что-то. Ага, ага, ну, кристаллы? Кристаллы нужно сделать, да. Какие? Кристаллы? Драконьи? Эндер-кристаллы, энд-кристаллы. Да, эндер-кристаллы, эндер-кристаллы надо сделать. Ну вот давай, четыре штуки их надо сделать. Да, да, надо сделать. Ну? Ну, ну сделай. В смысле, я должен делать их? Ну конечно, кто и думает, что мне в будущем дракона убивать, да это, мне нельзя силы тратить. Ладно, тогда я всё сделаю, нам понадобится четыре ока вот этого эндера и четыре слезы вот этого вот-вот так гаста. И стекло, у нас есть стекло? Конечно, у нас есть стекло, берём стекло и делаем, если мне не изменяет память, вот так. Опа! И опа! И получается четыре кристалла энда, только на, держи, только пожалуйста, не ставь их на землю сейчас. Вот доберёмся до эндера вот этого, там и поставим. Так, значит, мне немножко нужна удача в этом мире. Смотри, что мы сейчас сделаем. Это стрела на везение. Мы сейчас возьмём и выстрелим её в меня же. Прикольно, да? Сейчас, 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 сейчас она кокнется в меня. Ну, она должна была кокнуться в меня, но почему-то немножко мимо пролетела. У тебя есть ещё одна стрела на везение? Ну, походу, везения тебе в этой серии не видать сегодня без везения. А, ну так ты её подняла. А, ну так её уже можно поднять. Так, ещё разочек. И, и, не сильно далеко. Лови, 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 лови. Да ты можешь её словить с собой. Сейчас, подожди, я просто первый раз это делаю. Сейчас мы вот так... Ну смотри, я прям над собой её кидаю. Так нет, ты нифига не над собой. Ты вперёд её стреляешь. Лови, Катя, башкой своей лови. Сейчас, последний раз, вот последний раз, и иначе я вообще никуда не иду. Просто, как ты хочешь по кристаллам попадать в эндермире, если ты стрелой в себя же попасть не можешь. Вот, прям на самый верх, на самый верх цели. Так ты лук в руку возьми, почему ты стрелой стреляешь? Ну да, луком сейчас, подожди. Всё, вот так, прям в себя, вот. И стой на месте, и лови её, лови. Смотри, куда она падает, и подстраивайся, подстраивайся, подстраивайся. Это провал, это провал. Ты никак, ты не... Тихо, подожди. Стрела она вечно, как говорится, подожди сейчас. Ну ты не сможешь убить дракона, Катя, ну не см... Слушай, просто выкинь стрелу, дай, я в тебя сам выстрелю. Давай, так тоже будет хорошо. Почему сразу так нельзя было сделать? На, папашке! Вот, везение, всё, везение есть, тотем бессмертия есть, или исцеление есть. У тебя ещё и тотем бессмертия есть? Между прочим, да, у меня две попытки будет. Ну всё, тогда фейерверки в зубы и полетела, мать. Ща мы крылышки напялим, и отправляемся. Только портал в другой стороне! Я просто развернулась в воздухе. Ага. Ты чё, уже там? Ох, ну наконец-то прилетел, я тебя уж тут заждалась, блин. Давай свою срекостанцию сюда подплывай, портал уже подо мной, давай. Ещё не поздно отказаться, ещё прям очень не поздно, хоть мы ещё туда не спустились, и мы с тобой ещё в портал не зашли, ещё не поздно. Шо ничего не поздно, я готова, у меня есть полностью обмундирование, вот эти вот всякие плюшки-фентифлюшки. Давай, давай, чё там надо дальше делать? Ну прыгай тогда туда вниз. Так, вот, надо было ещё эти шлемы подводного дыхания взять. Давай, спускайся, спускайся вот туда, запинюкивайся, да, вот в эту дырочку, спускайся. Опа, вот сюда. И здесь ещё где-то должна быть одна дырочка, только я не... А, вот она, вот она, вот сюда, Кать, давай прыгай. Так, где наша дырочка, ща-ща-ща-ща, подожди. Давай, 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 туда быстрее. И я сразу же... Протолкнулись. Сразу же за тобой. Ну всё, Кать, вот твой портал. Ну, я полностью готова, поэтому ты же меня не бросишь, ты будешь меня поддерживать, там аплодисменты, там кричалки какие-нибудь. Ты придумал какую-то кричалку мне, а? Ну, тогда кричалка всех подписчиков в комментарии, вот это. Катя супер, Катя класс, кто не верит, вот это, там у Гаган Джурбас, или там в глаз, короче, вот кричалка. Три-два раз, а? Кто не верит, три-два раз, вот. Ну, держись, дракоша, я тебя сейчас сбили-бердолю. Что ты сейчас с ним сделаешь? Взбили-били-били-били-били-били-бердолишь? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok